Доброе утро, товарищи! Вы просили большую серию, я сегодня её постараюсь вам запилить. Ну, насколько получится, настолько и буду пробовать. Так, друзья, ко мне наконец-то пришли трубы, и наконец-то мы их сегодня установим. Не буду точно быть уверенным, но, возможно, полетаем на коптере вокруг дома. Так что смотрите, не переключайтесь. И те, кто не подписан, друзья, будет здорово, если вы подпишетесь на наш канал. Сериал обещает быть интересным. Хочу ответить сегодня на кучу ваших вопросов из предыдущего видоса. Начну вот с чего. Я сейчас посмотрел на то, на что я раскошелился, и немножко в шоке. Вот за вот эти все трубы, за вот эти замечательные итальянские, видимо, трубы, я отдал 30 тысяч рублей. У меня 28 метров системы, несколько поворотов. Вот объясните мне, как вот такой поворот может стоить там 600-800 рублей? Я просто не понимаю. Но здоровье и жизнь семьи дороже. Так как эта система будет идти через дом, мне необходимо всё-таки было заморочиться и сделать хорошо. Поэтому будем делать нормально, чтобы никто нигде не потравился и никаких проблем не было. Так, ещё у меня вот две трёхметровые, или двухметровые. Наверное, двухметровые трубы всё-таки. Сходим в котельную, и после чего я вам расскажу свои идеи по сегодняшнему процессу работы. Так, я купил проходные. Я вам о них сейчас всё расскажу чуть позже. А сначала мы пойдёмте в котельную сходим. О, у меня тут немножко не прибрано. Так, чем я занимался сегодня? В общем, я собрал щиток для котла. Свой личный щиток. У меня есть основной щит, о котором вы много слышали и знаете. Я его сам собирал. Серии нет, потому что что-то как-то она стороной прошла. Сегодня я подключил вот конкретно под газ свой автомат. Кинул вот такой пока некрасивый провод. Сейчас я это всё в кабель-канал запихаю, и будет здорово. Подключил котёл. Сейчас я поставил на режим обезвоздушивания, пока он сейчас прокачивается. То есть я хочу подготовить всё для того, чтобы просто потом кинули вот этот шланг, нажали на кнопочку, и всё начало работать, чтобы мне не пришлось потом какую-то там пусконаладку настраивать. То есть я сейчас его настрою, воздух выгоню из системы, и всё будет здорово. Для котла сегодня с утра заморочился, собрал специально такую штукенцию, чтобы он, собственно, не сгорел. Вся диспетчеризация у меня будет на основе зонта. Про зонт я вам уже говорил, он у меня вот он. У него есть всё, что необходимо. Радиомодули, сим-карты, что у него там, Wi-Fi. Всё, куда сим-карты вставляются? Ну, я ещё не разбирался, скоро разберусь. В общем, он будет у нас полностью управлять всей системой отопления. Вот GSM, USB, микрофон даже есть, температура. В общем, все датчики будут через него у нас проходить. Зря я его так безалаберно. А, собственно, датчики все вот они. Так, тут даже вот есть уличный Висмановский датчик у меня. Но, скорее всего, мы подключим это всё дело к... 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 На сайте прогноза погоды мы там и будем брать все данные. По поводу электричества. В прошлом видосе задавали вопрос, что у тебя там творится с ним, сколько он сожрал за время. И, кстати, да, и один даже кто-то из зрителей попытался посчитать выходящий ампераж, перевести в киловатты. Как объяснить-то? Две недели назад, в четверг, я включил его в сеть. Ну, две недели прошло, да? И он сожрал у нас в районе 10 тысяч. Две недели ещё не прошло. До двух недель осталось три дня. И 10 тысяч он уже съел. Я надеюсь, что максимум на него мы потратим 15 тысяч. 15? Ладно. Дальше я уже... ну, дальше у меня уже просто не хватит. Надеюсь, газовщики оперативненько сработают и всё будет хорошо. Вы поняли, да? Где-то примерно 1000 рублей в сутки он ест. Сейчас я поставил на нём температуру под 40, и он что-то у меня выключается-включается. Это мне не очень нравится. Но дома очень жарко, и поэтому давайте даже вот так уменьшим до 35. Ну да, вот у нас как выдаёт. Ну, на этаже вообще жара, так что пусть так будет. Пока немножко как-то всё неуютно стало в нашей котельной, но всё будет хорошо, когда я повешу трубы и пропулесошу, и подготовлюсь, и начнём уже обвязывать бочки. Всё, пойдёмте наверх, я вам покажу про проходные, и уже полезем на кровлю её прикручивать, потому что сборка печной этой трубы, она идёт сверху вниз. Да, ещё не мог не поделиться с вами информацией. Вы у меня спрашиваете всё время про деко. Так вот, что я хочу сказать, друзья, по поводу деко. Я настолько кайфанул от вот этих жёлтых шуруповёртов, что заморочился и взял себе ещё несколько штук. Вот этот вообще растюненный у него, того, чего мне не хватает периодически в работе, это свёрла, шестигранники и всё, что было под рукой. Поэтому я взял ещё два комплекта, и я получаю от них максимальное удовольствие. Работают они супер. И вот как раз жёлтые мне понравились. Ну, вот, смотрите, вот, вот, он в руке сидит прелесть. Подсветочка, всё как надо. Тока хватает прям на много. А так как мы с вами в ближайшее время полезем дальше крутить хауберг, то есть, крутить саморезы на бруски, мне просто необходимы шуруповёрты. Потому что время терять на зарядку батареек, ну, нет такого времени. Надо просто брать и работать. Так, а что я их положил-то? Мне же сейчас их с собой надо на крышу. Поэтому я сейчас их беру, и мы полезем на крышу. Да, и важный момент, который, как всегда, я говорю в своих видосах, и сейчас обязательно повторю. Всё, что я приобретаю, друзья, всё находится под видео. Все мои покупашки, они все у меня под видео. Поэтому, если необходимо посмотреть то, чем я работаю в этой серии, смотрите под видосом у меня всё, что нужно. Как-то я летал вокруг дома летом на коптере, и кто-то мне в комментариях написал, что «Денис, ты вообще понимаешь, что за дом ты построил? И вот эти два грибочка бедненьких, которые стоят у тебя на кровле, это вообще недостаточно». На что я ответил, они будут ещё добавляться, эти грибочки. Просто в тот момент я делал грибы для того, чтобы просто понять, сколько мне их нужно, как нужно и где нужно их поставить. Сейчас я взял ещё два проходных. Один из проходных у меня будет на фановой трубе санузла, он неутеплённый. А те два гриба, которые уже висят, они у нас будут вентиляция дома и вентиляция конкретно котельной. Потому что в вентиляцию котельной я никак не интегрируюсь. И, возможно, ещё добавится вентиляция конкретно отвода с кухни. С кухни, может быть, не знаю пока. Ладно, ближе к делу, смотрите. У меня нет печной шахты и вообще печного выхода. Но так как у меня конденсационный котёл и температура внутри трубы будет минимальная совершенно, то я очень смело могу... Тем более вы понимаете, да, что по пластиковой трубе будут идти пары. Я могу очень смело печную трубу сделать из простого отвода, вот такого. Но в этой схеме есть одно важное требование. В крышке не должно быть никаких запорных клапанов. Если что-то препятствует выходу пара из котла наружу, то в конечном итоге здесь образуется большой куржак, и у нас застопорится система. О, так это Финляндия. Я думал, китайцы это, финны делают. Смотрите. Я сейчас вырежу вот этот... Вот в эту трубу я вставлю вот эту трубу. Здесь всё запеню, потом засиликоню, и, собственно, вот в таком виде у нас она и будет находиться в кровле. Вот так вот. И таким образом, друзья, я тут всё засиликонил. У нас ровный выхлопной канал, имеющий дополнительное утепление. Не знаю, зачем ему нужно, но я думаю, хуже не будет. В минус 40 мы это поймём. То есть канал утеплённый, канал не имеет никаких воронок. То есть вот здесь у нас есть конусы, да, то, что пойдёт на аэрацию горшка. А здесь у нас прямой выхлоп. Единственный косяк, что у нас может попасть птица туда и умереть. Как мне сказали. Но для этого мы будем делать аварийный доступ, чтобы можно было её оттуда вытащить. Ну, птицу или что-то неопознанное летающее. Коптер, например. Вот в таком ключе это будет, по-моему, красиво и очень даже эстетично. Ещё не знаю, в этих габах смогу ли я подниматься. Вот, так как, так? Какое – это? Ну, я использую габаха. Я использую габаха. Вот, и вот, и это, я беру. Коптер поэтому, так габаха. Типа, коктор. Субтитры сделал DimaTorzok Продовольствие подъехало Отлично Так Это мы убираем Друзья, я же взял с собой квадрокоптер Не знаю, правда, как можно запустить его В условиях кровли Так, шаблон Это очень важная штука Вот вы говорите, болгарка не нужна такая Аккумуляторная, да? Что-то я не подрассчитал ее зарядить А ведь она Очень нужна Аккумуляторная болгарка спасает во всех сложных ситуациях И передрягах Вот так Вот что бы я без нее сейчас делал Какой-то провод на крышу бы тянул Вот так мы и будем ставить Да? Так Отлично Осталось это вырезать Дин-дин-дин Ножнецами, да? Ну что, попробуем Ну что, попробуем Аккумуляторная болгарка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, друзья, ну что, борьба за отопление продолжается, я считаю, удачно. Слушайте, высоты боялся раньше, что вообще залез, то ли подготовился, то ли что, вообще нет боязни. Вы видели, что вот здесь я наизобретал такую конструкцию, там у меня везде стоят конусы защитные. Там медведь с медом. Кстати, друзья, пользуясь случаем, не могу вам не предложить пройти в наш магазин, жарковскимед.рф и заказать там флюгер. Мед хороший, вкусный, мед с моей собственной пасеки, жарковский мед. Слушайте, ну я там, конечно, переборщил сейчас с герметиком, всё угерметил, чтобы вот на века прям, чтобы не волноваться. Смотрите, что творит у меня снег на снегоздержателях. Он просто погнул её и всё. И не здрасте, и не до свидания. Так, всё, я полез вниз, теперь доделываю шахту трубы. Здесь подключаюсь и ждём, ждём газовщиков. Надо уже отопление менять, просто да дофига денег. Вот, всё, много, много денег ушло. Вот наши бескрайние просторы, классно. Не знаю, по-моему, классно. Эти две вентиляционные, а там фан и печка. После уличных процедур, друзья, как приятно в тёплую котельную. Даже я сказал бы не тёплую, а в горячую котельную. Тут просто жара. Что хочу сказать. Вы видите эту радость. Котёл стал отключаться. Так как в доме влажность начала чуть-чуть падать за две недели, считай, да, то я стал уже меньше давать в полы. Да и честно, полы начали реально трескаться. Во многих местах они прям вот пошли. Ну, не так, что прям страшно, но паутинка пошла. Но я не волнуюсь, потому что скоро будем тут кафель класть, керамику. Вы видели, я сварил подиум, я об этом уже, по-моему, говорил. Поставил бочку, её надо чуть-чуть ещё приподнять. Сейчас моя задача сделать вытяжку котла, я всё забываю, как это называется, правильно, дымоход. Пропустить его с уклоном под конденсационный слив и выпустить его в мою шахту. Шахта уже просто конская. Друзья, и скажите, пожалуйста, постоянно капает, всё капает. То есть у меня вот в этом месте, тут, правда, и тёплого пола в этом месте нет. Это я сглупил, надо было его пропускать. Но я не стал делать, потому что думал, что к полу буду здесь фиксироваться как-то. И чтобы не проткнуть трубу, я пропустил её вот таким путём. И в конечном итоге тут всё время сыро. Что-то нужно решать. Врезаюсь в ту трубу, прогоняю с уклоном 1 см на 1 м и втыкаюсь в котёл. После чего мы с вами уже будем подключать соло-лифт и бочку. Не знаю, получится ли это сделать в этой серии, я буду стараться. Но, друзья, такая усталость уже действительно, она одолевает, потому что я вообще не отдыхаю. Я просто не отдыхаю. Хотя какая у вас этого разница? Но я обещаю, как только я закончу вот эти все процедуры, мы немножко отдохнём, переведём дух. Ну, правильно, новогодние же праздники начнутся, видимо. Всегда проверяю, чтобы при соединении у меня резинка нигде не завялась. Это очень важно. Всё-таки кислотно-щелочная среда, которая будет двигаться по трубкам, может навредить и людям. Всё-таки кислотно. Я справился, друзья. Не знаю, как передать эти эмоции. Из того, что на выброс у меня получилось вот таких три коротеньких отрезка, если сложить их вместе, то, по сути, получится как раз тысяча рублей, только без патрубка. Не знаю, что это за фирма, кстати, надо посмотреть. Может, вы скажете, что это за фирма? Вот эта синяя S. Блин, ну не думаю, что труба должна столько стоить. Это жесть. Вообще, я собрал бы её из каналыги с удовольствием, и она бы работала отлично. Потому что вся её задача – это возвращать конденсат в котёл. Но вся беда именно вот в этом элементе. Вот в этом. Если бы он был 60 на 110, то я бы свёл всё из канализационки, и проблем бы не было. Но этот патрубок 60 на 80. И таких найти герметичных очень тяжело. А так как печная труба у меня будет идти по дому, любое где-то отверстие, какая-то любая брешь может привести к потере здоровья членов семьи. Это страшно. Слушайте, отсюда смотрю, как будто уклон так. Оттуда смотрю, уклон так. Но что приятно, конденсат видно, как течёт. То есть я трубу вот до сюда сделал, у меня конденсат капает. Я поставил, через минут 5 начал вон там капать. Потом и так я до конца и проверял, как у меня идёт эта вся конденсатная вещь. Так, друзья, ну извиняйте, сами просили долгий фильм, он и будет долгим. Сейчас мы с вами ещё соло-лифт сделаем, потому что без него теперь никак. Так как у меня конденсат уже начнёт сейчас капать из котла теперь, потому что там холодно и по трубе это всё стекает. В вентиляционных и канализационных у меня трубах всё продумано в этом плане. А, здесь не видно сейчас. Ну короче, у меня все вентиляшки, идущие по каналу, они все сводятся в фановую трубу и скапывают сюда весь конденсат. Потому что конденсат в любом случае в вентиляции будет. А здесь сейчас у меня сборка предстоит вот этой всей конструкции. Это соло-лифт. И ещё, и ещё, и ещё где-то здесь гофра. Вот она. Вот эта гофра, она по сути вот здесь крепится к конденсационнику. Вот так она здесь фиксанётся. Сейчас. Вот так. И здесь она у меня вот так нырнёт в канализацию соло-лифта. У меня слово паразит на канале один важный момент. Ничего важного нет в этой теме. Просто один момент. Соло-лифт нельзя питать только одним конденсатом. Потому что это всё-таки щелочная среда, кисло-щелочная среда, которая в дальнейшем его просто убьёт. И, соответственно, нужно хотя бы раз в неделю мыть руки с фэри. Ну, а так как я работать буду здесь... Короче, умывальник. Всё. Что-то я долго раскручиваю всё это. Умывальник. Тупо вот здесь будет ещё умывальник стоять. Просто умывальник для того, чтобы периодически помыть руки с мылом. Это всё в соло-лифт. Поднимается наверх. Вот в эту трубу уходит. И пошло это всё в каналыгу. Вот. Всё просто. Здесь прачечное. Тут будет жарко, тепло. Я тут прям на максималку включу полы тёплые. Тут у меня будут вещи сушиться. По поводу шахты... Ребят, конечно, сейчас об этом даже думать нет смысла и так далее. Но хочу сказать, что вы поставили ванну на втором этаже. В предыдущем видосе я об этом много чего показывал и рассказывал. Когда в ванну заходим мыться, я снимаю носки. И я вот так в шахту заглядываю и бросаю их на стиралку на первый этаж. Вау, я весь мокрый. Это к чему я хочу сказать? К тому, что шахта нужна. Или мы будем каждую неделю, Женька, спускать в подвал. Эти баулы с грязными вещами. Или просто шахта будет сваливаться вниз. По поводу того, что стиралку нужно ставить на том этаже, на котором вы живёте. Ну, наверное, это грамотная тема. И типа в Америке все так делают. Не знаю. На опыте, наверное, правильно. Потому что таскать потом в старости сухие вещи наверх, это, конечно, заморочно для взрослых людей. Но будем надеяться, что... А что будем надеяться? Да. Я считаю, что движение – это жизнь. Вот и всё. Вот моя фраза. И вот, кстати, вот эти бегания с нулевого до третьего этажа. Кто-то говорит, да зачем ты сейчас замучаешься? Да, друзья, это и есть реальное кардио. Я это так воспринимаю. Давайте соло-лифт, наверное, поставим. И на этом наш видос сегодня закончится. Мы его протестируем как-нибудь. Не знаю как, но как-нибудь протестировать, наверное, возможно. Посмотрим, как он поднимет воду наверх. Его в любом случае надо поставить, потому что конденсат, говорю, уже капает. Всё. Для того, чтобы установить соло-лифт, как я говорил, я сделал подиум. Не только для него, но и для бочки, и для нашей главной бочки рециркуляции. Вот, соло-лифт будет стоять здесь. Сейчас я его поставлю. И вытяжка для него, она будет идти как раз вдоль дымохода и уходить. Вон, видите, заглушка. Там я сделал заглушку. И ещё, друзья, один вопрос. Этот вопрос задавать, конечно, на ютубе было бы, наверное, неправильно, потому что сейчас прилетят куча камней из огородов хейтеров. Но, тем не менее, я его задам. Смотрите-ка, есть ситуация. Дымоход у меня работает на вытяжку. То есть, правильно, всё как надо. Потому что пока я его до конца тянул, я прям руку подставляю. Он как в пылесосе, знаете, подставляешь, он подсасывает. То есть, прям чувствуется, что в нём. Я повешал лакмусовую бумажку, и она всасывалась внутрь. То есть, я понимаю, что вытяжка с него работает. Но вытяжка котельной не работает. Посмотрите. Я тоже подложил туда скотч, и у меня холодный воздух идёт сюда. В чём проблема? Вот здесь у меня есть сквозной канал. Это для будущего пылесоса центрального. Канал, который выходит сразу на улицу. Я его открывал с умыслом, что, возможно, будет тяга отсюда, и тогда будет всё туда уходить. Давайте даже протестируем. Говорите, я его открыл. А скотч по-прежнему ведёт себя неправильно. При том, что дымоход находится примерно на одной линии. Вы помните видосы из сегодняшнего нашего коптерского облёта. Они вместе рядом находятся. Но почему-то дымоход работает на вытяжку, а этот работает на приточку. Хотя он тоже должен быть вытяжным. Сейчас прям шараш от холода с двух сторон я чувствую. В чём проблема? Не понимаю. Короче, если вы не подскажете, я буду благодарен. Теперь работаем с соло-лифтом. Пойдём, поставим на место сразу, чтобы было откуда оттолкнуться. На улице такая мерзопакостная погода. Уже прям чувствуется, что скоро снег пойдёт, а дома жара. И главное, котёл уже нагрел температуру и чувствует себя совершенно комфортно. Так, я буду использовать 32-ю и 40-ю трубу, поэтому нужно немножко уменьшить. Патрубок. Аккуратненько только, чтобы пальчики не обрезать. Один патрубок у меня идёт на выхлоп. Один вот этот на выхлоп. А один идёт на приточку. Наверное, ножницами было бы лучше, но жена строго-настрого запретила мне брать новуюся. Её. А своих у меня нет. Короче, я же вам главную тему не рассказал. Завтра, скорее всего, наконец-то мы подключим газ. В вашем видосе это будет сегодня, и этим мы и подытожим, скорее всего, видео. Наконец-то вот эти страшные цифры перестанут тут ползти. Но это нереально просто. Смотрите, я показывал всё, что начиналось, и перестал потом показывать, потому что собрал тут участие. Она, кстати, вообще просто расфиксирована за счёт стоечек. Сейчас моя задача проверить компрессию. Я сейчас налью сюда воды, включу это в розетку, и мы с вами поймём, работает ли эта система. Так, берём воронку. Так, ты пока стой тут. Я приготовил воронку, пятёрку воды. Мне кажется, этого должно хватить. Сейчас посмотрим. Мне важно понимать, что не протекает вот эта вся часть. Потому что, честно, собрана она из таких так себе труб. Ну, короче, пробуем. Он включился. Он поднял воду до какого-то уровня. И вот тут покарпывает. Да? Это глупости были. Так никогда не надо делать. Но и я сам это понимал, что 32 труба с такими фитингами слабенькими, она, конечно, не выдержит. Глупости были. Я извиняюсь, сейчас я это всё переделаю. А переделаю, скорее всего, просто чехию поставлю. Вот эту и всё, и не буду париться. Нормально она будет выплёвывать. Да. Чтоб не трепаться. Короче, я её сейчас поставлю и всё, быстро спаяю здесь. Всё, готово. Полипропилент спаем. Так, что я обещал? А, подключение газа. Газ, всё, пошёл. Всё, круто, работает. Итак, друзья. Всё, сололит настроен. Спаял из полипропилена всю линию. Всё выбрасывается у нас, как и надо, в канализацию. Всё работает, всё супер. Сейчас поставили ещё сушитель воздуха. 72% влажности. Было 78%. То есть, потихонечку убирается. Вот. Сейчас воду поменяли опять. Но с тем моментом, что мы начали собирать воду, у нас трубы перестали течь. Это уже хорошо. Ну и суши становятся, конечно же, на этаже. Прям чувствуется. Всё, я продолжаю работать сейчас. Буду ещё с бочкой решать вопросы. И да много других дел. В общем, рад был вас видеть. Увидимся в следующей неделе. Всё, давайте, пока. Перезанес. Узла. Куда ты хотел газовую плиту поставить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok